Татьяна Тарасова, уважаемый тренер по фигурному катанию, открыто выразила свое мнение о том, что ответственность за допинговый скандал, связанный с Камилой Валиевой, лежит исключительно на плечах тренера. Ее заявление вызвало широкий резонанс и стало предметом оживленных дискуссий среди болельщиков и специалистов. Особенно громкое возмущение произошло в команде Этери Тутберидзе. Обсудим эту тему, но прежде всего подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Вспомним, что положительный результат допинг-теста Камилы Валиевой на Олимпийских играх Пекине стал настоящим шоком и вызвал недоумение в спортивном мире. Этери Тутберидзе, тренер и наставник фигуристки, которая оказалась в центре внимания, выразила свое недовольство текущей ситуацией. В интервью она задала ряд вопросов, которые беспокоят не только ее, но и всех поклонников спорта. Своё недоумение по поводу происходящего Этери тогда выразила так. «Что это? Откуда это взялось? Никто не хотел, но никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде, на всех стартах, и да и после была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей вот, что? Там нужно было выше прыгнуть, больше скрутить. У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или там прыгнули дальше», высказалась Этери Тутберидзе. Фанаты и любители фигурного катания также поддерживают Камилу Валиеву, выражая веру в чистоту проб спортсменки. Они не могут понять, как такой успешный сезон мог быть омрачен таким инцидентом, который на четыре года поставил под угрозу ее спортивную карьеру. Но история не стоит на месте. Так недавно Татьяна Тарасова заявила, что ни один спортсмен не возьмет никакую таблетку из рук доктора. И не сможет добиться успеха в фигурном катании без тренера. По ее мнению, ответственность за допинговый скандал, связанный с Камилой Валиевой, целиком лежит на тренере. Она, безусловно, имеет в виду Этери Тутберидзе. Тарасова настаивает на том, что спортсмены не могут использовать запрещенные препараты без ведома и одобрения тренера. Она утверждает, что все зависит в основном от тренера. Он за все отвечает. Однако Этери Тутберидзе не соглашается с утверждениями Тарасовой и называет такие обвинения клеветой. Теперь она требует официального извинения от Татьяны Анатольевны. Тарасову поддержила Яна Рудковская, которая высказалась в таком ключе. Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, подумала, что это фейк. Каждая строчка сочится высокомерием. Это буквально, я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва. Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочке, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта. Но, кажется, более мощной оказалось не осуждение, а поддержка Тутберидзе болельщиками и людьми, причастными к фигурному катанию. Например, Алексей Железняков, экс-хореограф команды Этери Тутберидзе, выразил свое недовольство заявлениями Тарасовой. Он не согласен с предположением, что тренера могут давать спортсменам запрещенные препараты, особенно учитывая строгий контроль над этими атлетами. Он высказался следующим образом. «Как же можно так рассуждать, не имея никаких доказательств? Все девочки Тутберидзе всегда были чист. Где логика? Давать спортсмену такого уровня какие-то таблетки, заведомо зная, под каким пристальным вниманием эти спортсмены находятся? Я вкорно не согласен с такими заявлениями». В свою очередь Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и нынешний депутат Госдумы, также высказалась о громких заявлениях Татьяны Тарасовой, в которых обвиняла тренеров Камилы Валиевой в допинговом скандале на Олимпиаде в Пекине. Близко к тексту ее слова звучали так. «Я не была свидетелем всех событий и не собираюсь комментировать все, что говорит Тарасова. Поскольку у Валиева несовершеннолетняя, этот вопрос решают тренер, врач и родители. Это те люди, которые отвечают за происходящее. Если учесть законодательство, у нас есть закон, принятый в 2016 году, в котором четко указано, кто несет ответственность и какую – от штрафов до уголовной ответственности. Не нужно обвинять тренера. Сначала докажите, потом обвиняйте. В таком ключе прокомментировала Ирина Роднина слова Тарасовой. Друзья, а на чьей стороне вы? Оставьте свое мнение в комментариях. Всем пока!